Ой, с удовольствием приду. Я говорю, только я книги домой не даю читать. Он, да не, зачем? Не надо, всё. Он приходит. Я, значит, там вычислил кое-что, Шульгина дни показал, Крепского не буквы, Романовы, значит. И говорю, а вот очень интересная книжка. Я говорю, садитесь и читайте. Смотрю, жена, чё ты жадничаешь, куда она денется? А чё ты, он тебе её отдаст? Я говорю, не, пусть читает. Ну, начала как же, я говорю. Ну, ладно, Миша Михайлович Исакович. Я говорю, ладно, езжайте, а то чё вы будете в кресле сидеть? Ну, поужина уже, всё. Ну, спасибо, завтра я вам утром отдам. Иду я по институту, к 9 часам, полдевятого где-то. Он идёт ко мне навстречу. Говорит, о, книжка шикарная. И даёт мне её книжку. Я её держу в руках. Открывается дверь, это, прихоёмная директора. И секретарь говорит, Иван Иванович, у вас баран, директор к телефону. Я ей брошюр, книжку-то положил, пошёл в кабинет. Говорит, Кольденберг стоит здесь. Я раз спросил, у меня баран сказал, ты должен сегодня в обком сходить, там, сделать, к каким-то мероприятиям готовить. А я оформлял все на праздник, хренатень, по наглядной агитации. Я говорю, всё сделаю. Выхожу, раз заглянул туда, здесь, я говорю, Лёва, я здесь книжку оставлял. Она говорит, нет, вы не оставляли. Я говорю, как не оставлял. Я зашёл сюда, к телефону, а ты говоришь мне, нет, идите туда, там, может, вы там оставили. Я говорю, пошли, заходим туда. Нет, нигде, она говорит, а куда же делать? Я говорю, а Вольденберг здесь был? Ну, он, говорит, был. Ну, со мной там потрепался, по телефону поговорил и ушёл. Я спускаюсь вниз. Он идёт. Я ему, Михаил Исаакович, что? Вы книгу не взяли мою, Иван Мальчик? Побойте, я же вам отдал. Первый, знаете, я начинаю ему рассказывать. Кроме вас никого не было. И что, раз я могу так поступить? Я говорю, извините, вы так поступить не могли. Но вы поступили очень полу. И всё. Это только наука, мне не давать. Ещё была у меня одна книга «Святой чёрт» Илеодор о Распутине. 1916 года. Редчайшее издание, посвящённое Распутину. Вот, Илеодор, яромонах, написал о Распутине книгу. Год, смотри, какие. 16-18. Значит, я в Котовске работал в школе. И там жили, я работал в школе. И вот я, гедно, а в том, сядет мужичок, Владимир Ильич Милов. Ну, он мне говорит, ну, чё, читай в библиотеке, я слышал, что у тебя хорошее. Чё есть у тебя хорошее? Я говорю, да ничего особо. Он умел здесь крушение империи Радзянка. Я говорю, да ты что, где ты достал? Я говорю, хочешь, я тебе святой чёрт дам? О, с удовольствием. Давай, вылезем с автобусом. И пойдём. А мы только ещё не успели выехать. Я говорю, пошли, ну, заходим к нему. Он берёт, даёт мне две книжки. Дал ему святой чёрт. И дал дни Шульдина. Дни тоже. Всё, ну, прошло, наверное, недели две или три. Говорю, Владимир Ильич, книжка пришла. О, прочитал, прочитал. Я говорю, ой, хорошо, как же забрать-то? Я тоже ведь прочитал. Он, ты знаешь, я через два часа поеду в командировку в Москву. На автобус приезжает к нему, он сидит, есть вот такой, как сейчас вспоминают. Есть мясо, у него прям по губам течёт, он в такой крови течёт, прям течёт, он всё поелок. Всё. Вон там на этажерке. Я врезу, лежат две книги мои. И я говорю, вот твои, сладу. Всё, хорошо. Я говорю, ну, счастлива, давай. Вот, поток святый. Да. Ну, я на автобус добежал до станции. На автобус сел, приезжай домой. Радость. Книжки взял, приезжал домой. Сел, значит. Телефонный звонок. Звонит мне двух. Те новости рассказать, я говорю, какую? Сейчас Милову привезли. Я говорю, как привезли? Поехала в командировку. Машина на повороте. Развернулся. И он насмерть расшибся. Вот это да. И я вот как сидел, получается, почти из рук мёртвого человека вырвал эту книгу. Я не могу смотреть ни на Элиадора, ни на Элиадора. На этого чёрта. На святого чёрта. И ко мне один подкатил, и я обменял их там на какие-то два альбома и отдал. Вот ты представляешь, что значит «не давай книге». Вот если да, то всё, пропал. Вот это история, Иван Иванович. Этот журнал, у него вкладыш в него. Аукцион «Сотбис». Даны иллюстрации картин некоторых русских художников, которые были выставлены на этом. И там был написан. Сенсации явилось. Появление на аукционе брошюры Лорионова. Когда он болел перед смертью. Кучизм. Начавшиеся с цены. Один миллион. Она завершилась десятью миллион. А она была у вас в руках? Она была у меня. Но я не говорю, что это та же самая. А, но одна из сорока штук. Ну вот, одна из этих пятидесяти. Жёлтая, незрачная бумага. Жёлтая. И мягкая обложка. Всё это. И у неё только был, что вот этот текст. Там страниц, наверное, 8 или 10. И страниц 6 или 7. Это были иллюстрации. Вообще и Переяславская рада, и вот этот Скляренко, Святослав там все. Они уже на позициях 90-х годов. Уже национализм там просматривается везде. Уже там Украина, Украина, русских там нет. Ну и ему тёр, конечно, нос. Прежде всего, это Гоголь, который показал Украину. Самый, вообще. Есть у Пушкина стихи, очень интересные, посвящённые украинцам. Они где-то вот в интернете в тот раз Пушкин об Украине. Там же всё тут хохлом останется, хохлом. Хоть бы мёдом и измазком вообще. Пушкин там право искал вообще. Предатель на предатель сидит и предатель на погодельце.